Бельгийский либеральный политик Дидье Рендерс, до прошлой субботы занимавший должность еврокомиссара по вопросам юстиции и следивший за соблюдением верховенства закона в странах ЕС, был допрошен полицией Бельгии в связи с расследованием дела о предполагаемом отмывании денег через лотерею, пишет Диджи24РО. Правоохранители провели обыски в двух его домах. По данным бельгийских СМИ, Рендерс мог быть замешан в мошенничестве через национальную лотерею, которой он руководил, пока был министром финансов в правительстве Бельгии до 2011 года. По данным издания Лесуар, расследование по этому делу началось в прошлом году после жалобы бельгийских властей, обнаруживших подозрительные операции на довольно крупную сумму при онлайн-покупке лотерейных билетов. Европейская комиссия отказалась высказываться по этой теме. «Мы не будем комментировать расследование. Это то, что есть в прессе. Другой информации у нас нет», — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо. Другой представитель комиссии Балаш Уйвари рассказал, что руководитель общества готов сотрудничать с бельгийскими властями, если это потребуется. Хотя срок полномочий на посту еврокомиссара у Дидьер Эндерса истек, он по-прежнему пользуется иммунитетом. То есть его можно привлечь к расследованию и допросу, но нельзя арестовывать. Представитель Еврокомиссии пояснил, что этот иммунитет регулируется протоколом, приложенным к договору ЕС, который определяет привилегии членов комиссии. Для снятия с него неприкосновенности необходимо решение коллегии комиссаров, добавил также представитель структуры. Бельгийское радио и телевидение ВРТ напомнило, что это не первый случай, когда Рендерс подозревается в отмывании денег. Подобное дело было возбуждено против него пять лет назад, но в итоге было закрыто из-за отсутствия доказательств. Отметим, что имена различных еврочиновников не впервые всплывают в делах, связанных с коррупцией. Ранее Ева Кайли была отстранена от должности вице-председателя Европарламента после того, как ее поймали с поличным на взятки в размере 600 тысяч евро, в обмен на то, чтобы она влияла на политические решения Брюсселя в пользу Катара. Депутат от Греции была арестована и не могла воспользоваться парламентской неприкосновенностью, поскольку ее поймали с поличным, с мешками денег. А в период пандемии главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального директора компании Pfizer обвинили в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. Урсулу фон дер Ляйен подозревали во вмешательстве в государственные функции уничтожения СМС, коррупции и конфликте интересов. Тогда Европейская комиссия отказалась раскрывать содержание текстовых сообщений или даже подтвердить их существование.